Слава нашему Господу 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 Они уже поняли, что кто на нас будет уже нападать, если мы такие уже большие и сильные. Зачем? Мы уже так выросли, мы уже почти всеми контролируем. И пришло время, когда в армии уже те правила, которые раньше были, которые сильные правила были для того, чтобы тебе стать солдатом, они начали их уменьшать. Они начали принимать людей, которые уже не так сильно могли сражаться, не так сильно могли или так сильные должны были. И они их принимали в армию. И, конечно же, со временем, после многих лет, у них стала армия, которая не такая же сильная, как окружающие люди. И обычно те люди, которые вокруг, которые всегда их притесняют, у них есть больше желания выбиться из такой империи, как, например, Рим. И они хотели всегда победителям, потому что они всегда заставляли их таксы платить, притесняли их, и они из-за этого хотели от Рима избавиться. И вот у них в это выросло внутри уже эмоционально, что они хотели просто победить Рим. И подошел момент, когда Рим уже так опустился, и их армия не была такая сильная. И уж раньше они ценились просто своей армией. И когда у них армия уже не была такая сильная, то они просто не могли идти против тех людей, которые день и ночь с малых лет, когда их притесняли, они для того только старались, для того, чтобы победить Римскую империю. Они просто хотели победить Римскую армию. И они больше тренировались, больше занимались, чем римляне. И в этом они начинали проигрывать войны. И, конечно, некоторые вещи тоже послужили для того, чтобы Римская империя развалилась. Но самое главное это то, что вначале у них были планы, они были очень расцветающие империи. Но, конечно же, со временем у них был момент, когда они до самого верха дошли и начинали потихоньку уже разваливаться, можно сказать. И я хочу такой же пример привести теперь, сравнить даже, где мы сейчас живем. Если мы посмотрим на поколения до нас, которые были, то у них были притеснения, они были христиане, которые им не разрешали так собираться, как мы сегодня собираемся, и гнали им, не разрешали им молиться. Если ты бы сказал, что ты христианин, то тебя иногда или в тюрьмы садили, иногда просто-просто убивали. А мы в это время, в котором мы живем, мы это никогда не видели. И мы это не видим, и мы даже об этом и не знаем. Нам легко приходить на собрание, потому что никто нас не гонит. Нам легко также не приходить на собрание, потому что нас никто не гонит. И мы живем в такое время, когда наши дедушки, бабушки молились за это время для того, чтобы у нас был мир и покой, чтобы у нас была всегда крыша над головами, чтобы нас не гнали, чтобы мы могли спокойно просто служить нашему Богу. И пришел такой момент, где мы сейчас живем, и у нас очень спокойное время. Мы можем служить Богу без проблем. Мы можем возрастать, славить нашего Господа. Но в этот же самый момент, когда мы имеем такой комфорт, является тоже очень страшным временем. Потому что иногда привыкают люди к этому, и может, как Римская империя, свои правила, которые они солдатам ставили, начинать чуть, как сказать, на расслабон идти. Не так надо сильно эти правила исполнять. Можно спокойно, не так сильно надо это все делать. И мы можем тоже так попасть, где мы Писание знаем от ода, да. Мы все знаем, что там написано, все истории, все законы. Но мы иногда уже не начинаем их так принимать всерьез, или даже иногда их ставим на такую важность, как мы должны ставить их. И особенно это я говорю к молодому поколению, который совсем не видел, я бы сказал, совсем не видел никакой бы трудности, потому что она родилась здесь, выросла здесь в Америке, и у нас проблем совсем нет. Так что иногда мы даже задаемся вопросом, а зачем нам служить Богу? Почему нам служить Богу, если у нас все так прекрасно, великолепно? Потому что раньше, когда были трудности, то ты служил Богу, ты понимал, что только один Бог может тебе помочь. А сейчас у нас все комфортно. И в это время даже, когда, как говорят дети верующих родителей, они начинают искать Бога. И они находят Бога, но иногда мы даже как христиане живем и забываем очень важные моменты, которые написаны в Писании, какие мы должны быть как люди, как мы должны себя вести, и как этот мир должен видеть нас. Я хотел бы открыть первое, это будет Исайя. Исайя, первая глава, 16-18 стих. Здесь написаны такие слова. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло. Научитесь делать добро. Ищите правды. Спасайте угнетеного. Защищайте сироту. Вступайтесь за вдову. Если я сегодня бы сказал, что Исайя, может, не писал это тем людям, которые он писал, а сегодня мы говорим это к нам, сегодня, к вам, к тебе. И каждый должен насчет этого сам себя проверить. Научитесь делать добро. Проверяйте себя и думайте о своей жизни. Делаете ли вы добро или больше зла вы приносите? Ищите правды. Всегда ли мы ищем правды во всем? Спасайте угнетеного. Защищайте сироту. Вступайте за вдову. Делаем ли мы эти вещи? Если мы это не делаем, то, может быть, мы просто стали такими христианами, которые только знаем законы и Писания, а то, что написано, мы по-настоящему не делаем в нашей жизни. Потому что в этом мире сейчас очень-очень-очень легко быть злым и плохим человеком. Очень легко. Очень легко ссориться. Очень легко доказывать другим людям. Очень легко сказать «нет» на всех и только смотреть за собою. Но призывает ли нас Бог к этому? Хочет ли Он, чтобы мы постоянно жили в таком состоянии, где мы только за себя заботимся, где мы только на себя смотрим, чтобы мне было выгодно. А всем остальным я хочу доказывать, если кому могу легко кому-то обмануть, у кого-то украсть. Некоторые люди доходят в этом мире для того, чтобы просто убить. Для того, что они просто что-то там верят и в чем-то не соглашаются. И люди доходят до этого, что они просто хотят все для себя лучшего, а другим, но им все равно про других. Но мы, как христиане, должны такие поступки быть. Я хотел бы открыть Марка, 10 главу, 43 по 45 стих. «Но между вами да не будет так. И кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом». Это Иисус говорил своим ученикам, когда они между собой говорили, кто из нас больше. А вот сегодня я вам говорю, тебе, брат или сестра, если вы хотите быть больше в семье, в церкви, в работе, где-то, думаете ли вы сразу, если я хочу быть больше, мне надо быть слугою или рабом? Или нам легче сказать, для того, чтобы мне быть больше, мне не надо заботиться о каких-то других людей проблемах? У меня своя есть миссия. Мне надо над собой работать для того, чтобы исправляться, а другие подождут. Потому что Иисус совсем здесь по-другому. Он меняет ученикам совсем мышление, и видно это. Говорит, если ты хочешь, чтобы ты был большим, стань слугою, стань рабом. А рабом это, если подумать, у него нет своей воли. Он все делает для господина своего. Он смотрит на людей или на своего господина, и все, что господин скажет, он будет делать. И если господин добрый, то обычный раб, он хочет сделать все, чтобы господину было хорошо. А смотрим ли мы так на друг друга? Смотрим ли мы на ближнего своего? И говорим ли мы, как я могу сделать этому человеку лучше? Что я могу сделать для того, чтобы он сегодня был больше счастливый, больше радовался? Чем я могу ему сегодня помочь? Не себе выгоды, а человеку. Другому, ближнему. Может, даже не в церкви, просто людям вокруг нас. Чтобы другому человеку было лучше. И это пункт первый из моей проповеди. Это надо научиться нам или проверять себя постоянно. Смотрю ли я на свои желания, или я стараюсь помочь другим и ближним? И смотрю ли я на желания других людей? Если мы, как христиане, говорим, что мы служим Богу, мы видим, что даже сам Иисус, Он не пришел для того, чтобы стать царем, когда Его даже хотели поставить. Он пришел для того, чтобы служить. И мы, как верующие люди, мы должны это брать себе в урок и смотреть. Окей, если мы христиане, называемся христиане, мы знаем Слово Божие, и у нас есть что-то, то, что мир не знает или не верит, мы можем им помочь чем-то. Мы можем им сказать о Иисусе, мы можем им просто помочь. Не обязательно даже говорить о Боге или о Иисусе, а просто человеку помочь. И это ты являешься хорошим человеком и каким-то примером. И когда ты помогаешь человеку, они начинают задавать вопрос, почему ты мне помогаешь? Почему ты выбрал для того, чтобы мне помочь? Как бы ты не хочешь себе помочь, я тебе никак не могу заплатить назад или чем-то помочь, но ты мне помогаешь. Почему? И тогда можно уже начинать разговор насчет Бога и говорить, я верю Богу, и вот почему я делаю, я тебе рекомендую, как бы, может, изучить это. Иногда мы так спешим сказать кому-то о Боге, а забываем, что впервые надо помочь человеку. Просто быть примером. Дальше я хотел прочитать Матфея, 7 главу, 16 стих. «По плодам их узнаете их. Собирают ли с тернового виноград или с репейника смоквы?» И самое главное, я хотел прочитать, по плодам их узнаете их. Теперь у меня есть для вас вопрос. Если я вот со стороны попрошу вас и скажу, расскажите мне свою жизнь, и скажите, какие у вас плоды, что бы вы мне сказали? Как верующий человек у вас должны быть плоды, и вы должны чем-то трудиться для того, чтобы у вас были какие-то добрые плоды. Можете вы мне сказать, что какие-то есть плоды? Увижу ли я плоды в вашей жизни? Как верующий человек, это можно просто самому себе задать вопрос. Какие плоды у меня есть? И вот когда я эти вопросы сейчас задаю, вы просто думаете в своей жизни. Что я сделал для того, чтобы я могла сказать, что это у меня плоды. Добрые плоды, которые люди могут увидеть. А если этих плодов нету, может, надо задуматься. Может, надо перестать иногда доказывать все, а просто начинать делать те вещи, которые просто приносят плоды. Может, надо перестать думать о себе, а постараться как-то о ближнем подумать. И я это тоже говорю себе, потому что я себя ловлю на этой же мысли, что иногда заботишься о себе, о себе трудишься только для себя, а смотришь вокруг, столько людей нуждается в помощи. А из-за того, что ты так за себя заботишься, ты не можешь даже другим помочь. Дальше я хотел прочитать первое Коринфянам. 15 глава, 33 стих. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Если мы как христиане, мы стараемся для того, чтобы быть примером и быть светом в этом мире, иметь добрые плоды, а люди вокруг нас, которые мы постоянно общаемся, постоянно разговариваем, и они не делают эти вещи, то обычно мы начнем делать то же самое, что те люди, которые вокруг нас, с теми людьми, которыми мы общаемся. Если они добрые плоды не приносят, если они не стараются помочь ближнему, а только всегда о себе заботятся, то придет момент, когда если у тебя даже были добрые намерения сделать, ты это забудешь, потому что ты увидишь, что люди вокруг тебя это не делают, и ты начнешь делать то же самое, что и они делают. Если вы сами себе задавайте этот вопрос, есть ли у меня в жизни те люди, которые не делают добро, которые не видны плода, которые не стараются помогать ближним. Если они это не делают, то как я могу с такими людьми, когда я общаюсь, быть по-настоящему христианин? Потому что если они такие примеры не имеют, то я буду делать то же самое, как и они. Я буду постоянно говорить, я могу на все темы красиво рассказывать, а когда до дела, ни один раз даже ни одному человеку о Боге не рассказал. ни один раз даже не помог никому. То как ты можешь говорить, что ты христианин, а добрые дела не делаешь? Это как-то даже непонятно. Это не может так быть. Первое Коринфянам, 13 глава. Первый по третий стих. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящий или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, если у вас есть та вера, которая может горы переставлять, то вы уже будете смотреться как великим человеком. А не имею любви. Но если вы не имеете любви, то вы что? То вы ничто. Перед Богом вы будете смотреться как ничто. А как это может быть? Даже мы уже будем говорить не о физических гор, а о духовных гор. Когда у людей есть серьезные проблемы, ты можешь им помочь, а это не делаешь из любви, а просто так. Может, даже на показ. Без любви тут ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение. Представьте, если все, что вы работали всю свою жизнь, вы раздаете для того, чтобы отдать нищим, и для того, чтобы свое тело на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Даже если вы на этот поступок пошли, чтобы все раздать, все, что вы трудились всю свою жизнь, без любви вы это сделали, то нет вам в этом пользы. То иногда, да, мы можем делать эти добрые вещи, мы можем помогать ближним, мы можем смотреть не только на себя, а на людей вокруг нас, и смотреть, как я могу помочь, как я могу быть рабом, или как я могу быть слугой ближнему своему для того, чтобы ему как-то помочь или ей. Но я все это делаю без любви, то это ничто. Нам надо проверить себя, и всегда постоянно все, что я делаю, проверять, как я это делаю, с каким наберением я это делаю, по-настоящему, какая у меня мотивация внутри, для того, чтобы это сделать. Если без любви, то иногда просто надо над собой поработать. Дальше я хотел прочитать первую фессалоникийцу, пятая глава, одиннадцатый по двенадцатый стих. «Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делайте. Просим же вас, братья, уважать трудящихся вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас». Простите, я буду до второго стиха читать. «И почитать их преимущественно с любовью, задело их, будьте в мире между собою». Я когда буду читать, то вы не просто думаете, «О, да, это следующий стих, который он читает», а проверяйте себя. Будьте в мире между собою. Являетесь вы сейчас в мире между собой. По-настоящему ответьте. В себе. «Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем». Есть у нас вот эти ценности? Являемся ли мы долготерпеливы, долготерпеливы, не просто терпеливы, а долготерпеливыми над людьми? Или человек только раз что-то неправильно сделал, и сразу же бац, все. «Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло». Наблюдаем ли это за этим? Видим ли мы ближнего своего, если он отвечает злом? Что мы должны делать? Просто смотреть? Просто об этом говорить? Или мы должны как-то помочь? Если является какое-то зло. «Но всегда ищите добра, добра и друг другу, и во всем. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угошайте, пророчества не уничижайте, все испытывайте хорошего, держитесь, удерживайтесь от всякого рода». Зла. Если мы прочитали последние эти два места, где я прочитал, мы можем увидеть, что третий пункт я уже хочу привести, что как христиане мы должны постоянно на себя над этим смотреть. Первое – это всегда я должен проверять насчет того, чтобы я не на свои желания смотрю первые, а на желания других людей. Являюсь ли я рабом или слугой, и хочу ли я помочь ближним. Во-вторых, я должен всегда проверять себя, с каким я это делаю намерением, какие у меня мотивации внутри. Сделали ли я это с любовью. И третье – мы должны постоянно стараться становиться лучшими, как-то исправляться, смотреть себя и проверять себя, как мы можем сделать лучше. Делаю ли я добро с правильным намерением, как я могу постоянно, как я могу больше сделать добра и постоянно возрастать. Я хотел прочитать еще филиппийцам. Вторая глава, пятый по девятый стих. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Слушаем внимательно, потому что это очень важные слова. «Он, будучи образом Богом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба». Иисус Христос, который мы берем пример, Он не захотел быть царем, а наоборот Он был рабом. «Сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». Из этого мы можем взять пример. В нашей жизни, если мы постоянно не стараемся быть самыми высшими, самыми лучшими и все для себя, а стараемся быть рабом или слугом людям вокруг нас, то Бог нас может поставить на очень великие места. Потому что мы не стараемся все для себя, а стараемся для людей вокруг нас и стараемся делать добро». И последнее я хотел бы прочитать Матфея. 5-я глава, 16-й стих. «Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного». Если мы видим, где сказано, что мы как христиане, если мы посмотрим на свою жизнь и о том, что я сегодня говорил, это не то, что мы просто знаем закон очень-очень-очень хорошо и все заповеди. Это не значит, что мы знаем Писание очень-очень хорошо. Это не значит, что мы можем на любые темы часами разговаривать или мы можем доказывать, кто прав, кто не прав. а это то, как светит наш свет, какой свет мы показываем людям вокруг нас, являемся ли мы хорошим человеком. Если мы просто даже возьмем и посмотрим на этот мир и даже есть люди, которые не верят в Бога, есть просто хорошие люди, люди, которые помогут, всегда хотят как-то о тебе позаботиться. и есть люди, к сожалению, намного-много их, намного больше их, они всегда им легче подраться, легче по дебейт или как-то сделать так, чтобы другим людям не было так комфортно. А вот мы знаем некоторых людей в нашей жизни, которые даже не верят в Бога, но они хорошие люди. И с такими людьми мы можем от них пример брать. И обычно они говорят, о, вот тот хороший человек, от него можно брать пример. Но мы, как христиане, мы все должны быть эти хорошие люди, которые из нас могут брать пример. Как мы живем, как мы разговариваем, как мы одеваемся, как мы с другими поступаем. Из этого должны люди брать пример, и этот является наш свет. Как люди, которые увидят, они просто узнают, что... Они даже не должны знать, что ты христианин, они узнают просто, что ты хороший человек. И когда они увидят это, они начнут с тобой разговаривать, И тогда ты можешь сказать им, что я верю в Бога, что это не по своим силам, а это Бог. И тогда, когда они услышат о Боге и увидят твой свет, они больше примут, чем если ты плохой человек и скажешь им о Боге. Они наоборот скажут, я не хочу быть таким человеком. Я хотел бы сегодня, чтобы мы все подумали об этом. Потому что иногда мы забываем, самое главное, это какие наши дела, что мы делаем, как мы поступаем и какой мы свет показываем в этом мире. Потому что если наш свет неправильный, то все напрасно. Мы должны быть хорошими людьми первыми. Давайте с этими словами помолимся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!